Святитель Николай Чудотворец, очень дорог и близок к сердцу каждого православного христианина. Это, наверное, самый известный, святой православной христианской церкви, к которому мы обращаемся в какие-то особенные моменты своей жизни, порой в самые сложные моменты жизни, ища молитвенные поддержки, ища помощи и ходатайства перед Богом. Вторая святыня, привезенная в Саранск, это икона Блаженной Матроны Московской. Ее уже не первый раз привозят в Мордовию, и тысячи верующих стремятся приложиться к мощам Блаженной. По свидетельству очевидцев, при крещении Матроны, когда священник опустил ребенка в купель, присутствующие увидели над младенцем стол благоухающего легкого дыма. У меня раз три было. Я попросила о том, что здоровье дать моим родным и близким, чтобы все хорошо, она помогла. У моего брата была операция, и она тоже в этом помогла ему. Имеется множество свидетельств в чудотворении Матроны Московской. Ее помощь не имела ничего общего с колдовством или оккультными науками. В истории православной церкви есть примеры, когда не только священнослужители, но и жившие в миру праведники молитвой ворчевали нуждающихся. Этот немощный человечек, слепой, который без посторонней помощи не мог даже передвигаться, вдруг этот человек обрел такую силу, силу молитвы и силы веры, что люди сотнями, тысячами, десятками тысяч при жизни приходили к Блаженной Матроне, каждый со своими нуждами, каждый со своими скорбями. Иконы Николая Чудотворца и Блаженной Матроны Московской будут находиться в кафедральном Иоанно-Богословском соборе до Труицы. Евгений Волков, Александр Труднов. Наши новости. Евгений Волков, Александр Труднов. Наши новости.